Еще такой момент, допустим, сейчас крипто вообще никак не регулируется в России, но когда там в дальнейшем все равно там будут заводиться нормальные суммы, объемы и как бы государство все равно захочет поиметь свое от этого по-любому. Я уже говорил, мы работаем над проектом крипто-офшора в России, который позволит решить эту проблему. То есть мы сейчас с Министерством экономического развития работаем над проектом, который позволит легализовать криптовалюту в отдельных точечных регионах, не в целом глобально по России, а в точечных регионах, но имеется в виду юридической легализации. Работать можно будет везде, но резидентство нужно будет иметь там, чтобы иметь легальную работу. Зачем это нужно? В России нужно, чтобы умные люди не уезжали, во-первых, во-вторых, чтобы умные люди приезжали, а в-третьих, чтобы капитал заходил для того, чтобы конкурировать с ведущими странами мира, типа Германии и прочих. Потому что в здравом уме и трезвой памяти инвестировать в Россию никому в голову не придет, ну и серьезных людей. И это как бы большая проблема для России, это все понимают, особенно понимают ребята, которые занимаются развитием регионов. Соответственно, для того, чтобы регионы правильно развивать, нужен ряд продуктов, не просто законов. Законы сами по себе не работают. Вот смотрите, Белоруссия понапринимала кучу законов, ну и что там, расцвело все? Нет. Потому что никто не будет, здравом умеет, резвой памяти, заводить в Белоруссию серьезные деньги. Вот такая же проблема и в России. Ну, чуть-чуть по-другому, конечно. Поэтому я здесь проблем не вижу. Пока каких-то суперограничений нет. Можно все делать легально. Дальше мы либо бизнес будем с точки зрения криптовалют приземлять в Европу пока, либо мы договоримся в России. Ну, мы им просто скажем, ребят, ну вот этот капитал, он будет уходить в Европу, налоги платиться там. Хотите, без проблем. Либо мы этот капитал будем оставлять в России, если Россия нам, соответственно, как государство поможет сделать вот такую вот криптозону. Это в интересах, это некоммерческий проект, сразу говорю. Мы как бы в него инвестируем собственные деньги. Ну, имеется в виду не в прямые деньги, а там труд программистов такого плана. Это некоммерческий проект. Задача этого проекта очень простая. Сделать площадку, которая нам же самим, ну, как бы наша выгода в чем? В том, что, сделав ту площадку, мы самих себя быстро легализуем и начинаем очень быстро развиваться. А государству выгодно, что оно под контролем, то есть они же хотят контролировать, вот они смогут контролировать. Но при этом, то есть мы там даем не только закон, но мы там даем ряд инструментов, которые позволяют контролировать, чтобы этот закон выполнялся. То есть некий софт, который позволяет Центробанку, там, другим органам типа финмониторинга, там, ФСБ и прочее контролировать, чтобы не нарушался закон. Ну, чтобы не обманывали людей, там, такого плана, чтобы не обналичивали деньги незаконные и так далее. Но при этом все разрешается. Вот в этом идея, что, ребят, все можно, но при условии, что вы никого не обманываете. Но это, в принципе, нормально, это как бы тезис, это как бы здравый смысл, понимаете? То есть разрешить все, в том числе обман, никто не разрешит. Я думаю, вы не будете как бы в восторге, если вас обманут, правильно? И никто не будет в восторге. Поэтому тех, кто обманывает людей, нужно наказывать. Но у государства сейчас нет инструментов влияния на криптовалюту. Оно даже не понимает, что это такое, не говоря уже о том, чтобы понимать, как на нее влиять. На то она децентрализована. Поэтому мы предложим ряд инструментов, которые помогут легально влиять на резидентов этого крипто-офшора. Но крипто-офшор за это разрешит резидентам делать все, что угодно. Ну, кроме обмана, разумеется. Все, что угодно. Любые виды монет, любые виды акций. Делайте, что хотите, только взращивайте экономику. И таким образом мы очень быстро сможем в России поднять огромный рынок с точки зрения криптовалют. Поэтому в этом смысле это не проблема. А потом еще начнем масштабировать на другие страны. Я вот сейчас, Аля, тебе переслал. Описание к слайдам. Это не весь концепт крипто-долины. Вот сами слайды, они лежат в Минэко. У меня там есть описание, Саша, я вот перекинул просто. Чтобы вы хотя бы тезисно прочитали, что это такое. У вас сложилось хоть чуть-чуть представление, что такое крипто-долинка. Потому что на сайте, у нас на сайте Avanti там часть… Там очень кратенько, это я специально писал. Я писал очень кратенько, я вам объясню. Я так писал, чтобы наши потенциальные конкуренты оттуда не воровали идеи. Потому что идеи-то воруют туда-сюда. И чтобы такого не было, что я придумал концепт, над ним работал, а кто-то возьмет и будет кричать, это я придумал. Чтобы такого не было. Мы там так описали, что тут как бы и понятно с одной стороны, а с другой стороны конкретики никакой. А конкретика она есть. Описаны совершенно четкие модели, схемы, как что работает, какие меры нужно принимать, чтобы пресекать там мошенничество и прочее. Все эти схемы есть. Какие инструментарии применять и прочее. Тоже все это есть. Так что в этом смысле там проект довольно-таки большой. Мы сейчас пройдем ряд экспертиз. Там просто есть несколько людей, которые вокруг вице-премьеров крутятся на предмет того, чтобы заручиться их поддержкой. Когда мы заручимся поддержкой вице-премьеров, ну это, грубо говоря, люди, которые сразу за премьер-министром стоят. Фактически это означает, что закон можно легко провести через Госдуму. Потому что, как мне объяснили, если министерство какое-то или на уровне вице-премьеров принято решение о каком-то законе, то Госдума голосует автоматом. То есть у нас Госдума не обсуждает законы, она просто голосует за них и все. Поэтому в этом смысле очень удобно все работает. и хорошую классную штуку, если правительство ее хочет, то она будет принята. Вот так это работает в России. Мне очень понравился твой комментарий. Очень удобно все работает. Абсолютно удобно. Абсолютно управляемая Госдума. Нет там никаких дискуссий. Нет там никакой оппозиции, как известно. Есть абсолютное большинство Единой России. Единая Россия голосует по принципу, если правительство говорит надо, она голосует да, без проблем. Ну потом, если что, поправки унесем. Так это работает. Поэтому волноваться, что это закон, он там в парламенте будет как-то там проходить, это все формальная процедура. Если решение принято, что такой закон нужен, он будет проходить. Может, конечно, Путин возразить и не подписать, но это тоже маловероятно, поскольку ему там, ну, с ним тоже работают на предмет того, зачем это нужно и так далее. Это не какой-то там лоббистский закон, еще раз подчеркиваю, который нам там какие-то госденьги заводит и так далее. Это закон в интересах всего рынка. В этом смысле я думаю, что он будет принят. В конце феврале у нас планируется опять большое мероприятие от Avanti. Мы его скоро начнем уже режиссировать. Но там уже будет цифровое мероприятие, не просто government форум, а там будет непосредственно форум, посвященный блокчейну, криптовалютам и в целом цифровой экономике. То есть более точечно, больше кейсов, больше конкретики, больше интересных презентаций. Я думаю, что, ну, мы подумаем, как сделать так, чтобы это было не просто, что пришло куча людей и заодно я там вышел и выступил, и все. А чтобы прям мы были в центре этого мероприятия. И у нас все мероприятие было под нас. Это совершенно другой уровень будет.